Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Цветовод. И сегодня речь пойдет о колотеях, о наблюдении за ними, о том, как они себя чувствуют у меня. Начну с того, что колотея лантифолия меня очень порадовала. Она прекрасно адаптируется. На ночь сворачивала листочки и поднимала их вверх. Еще колотеи называют молитвенное растение за то, что они вот так вот на ночь закрывают свои листики и приподнимают их вверх, как будто руки на молитву. А вот колотея шафранная что-то меня расстроило. Во-первых, цветочек начал у нее падать. Я его вот подперла палочкой. Два листика тоже начали падать. Кстати, он был тоже на опоре, но немножко сдвинулся. Не знаю, что произошло с ней. Почему? Возможно, во время транспортировки были травмированы эти листья. Возможно, была не полита. Хотя мне вчера казалось, что она достаточно влажная. Вот видите, опять цветочек упал. Но из-за того, что субстрат очень рыхлый, это вот этот транспортировочный торф, в нем она посажена, так как это было рассажено большое голландское растение. И там, наверное, просто собрался конденсат, а я подумала, что она полита, потому что я ее занесла с холода домой. Посылка пришла зимой, и мы все понимаем, что физические процессы необратимы. Сегодня немножко полила, потому что мне не понравилось, что листики у нее вот так вот скручены, не открываются. Видите листья? Я ее полила. Теперь жду, что она начнет у меня адаптироваться. Наверное, еще сегодня я ее обработаю эпином. Сейчас у меня тут небольшая такая аптечка. Все необходимые препараты. Хотела показать, сразу достать эпин. Найти вам. Вот эпин. Эпин экстра. Вот такой эпин я использую для опрыскивания. Это хороший антистрессовый препарат. Если же она вот по причине стресса так свернула свои листья, а одна вот эта вот розеточка как совсем наклонилась. Видите? Возможно, была приморожена. Не знаю. Пока мне тяжело идентифицировать это, потому что опыт с колотеями у меня первый. Поэтому не могу я какой-то дать точный ответ, что с ней произошло. По какой причине такое с ней случилось. Ну, прям совсем, конечно, меня расстроила эта колотея шафранная. Кстати, кто не знает, вот эта колотея шафранная, вот эта колотея лансифолия. Наверное, еще название подпишу, чтобы вам было более понятно, кто тоже впервые начинает общение и дружбу с колотеями. Подпишу. Вот еще я нашла распакованный эпин. Еще у меня есть вот такого производителя. Эпин плюс. Тут вот швидка допомога написано. Универсальный антистрессовый адаптоген. То есть хороший адаптоген. Эффективно защищает от заморозков. То есть он поможет. Если это растение было все-таки приморожено, то эпин должен ему помочь, по идее. Сприя и видновлению пошкодженных рослын. Ну вот. У нас, видимо, немного травмировано было при пересылке растения. Поэтому буду обрабатывать эпином. Эпином производится опрыскивание. А эпин экстра вот такого. Нест М производителя. Влажность покажу на гигрометре. Сейчас 48%. В принципе, для колотей это маловато влажности. У них в идеале должно быть там 70-80% влажности для их комфортного произрастания. Но сейчас работают радиаторы отопления, так как зима, воздух у меня суше. А вообще у меня весной достигает 60% и даже бывает порой и 70% влажность. Поэтому я надеюсь, что по весне им вообще будет очень приятно у меня находиться и комфортно. Но цветок поистине красив. Вот цветку я, конечно, не налюбуюсь. Но тоже вот этот вот второй цветочек падает. Но он, я смотрела, там ножка надломлена была при транспортировке. Поэтому как бы причина, почему падает цветок, мне ясна. А почему вот так скрутились и начали падать листья, нет. Все-таки я склоняюсь к тому, что она была недолита. Субстрат очень рыхлый, абсолютный тут торф. Но сейчас я полила, он кажется более таким упругим. Но на самом деле он был очень пористый. И, кстати, наверное, субстрата маловато, так как растение было рассажено. Видите, прям торчат корешки. Надо будет добавить торф. У меня есть хороший торф Классман. Торф ТС-1, по-моему. Вот такая шифровка торфа Классман. Это считается он профессиональным торфом для посадки растений. Продается в огромных мешках. Есть 70 литров. Есть, по-моему, даже 400 литров мешки. Ну, для массового, так сказать, производства, для теплиц. В большом объеме этот торф продается. Я, кстати, себе приобрела мешок торфа. Должен ко мне приехать. Заказывала на сайте Розетка. Нашла там. Просто вбила Классман, торф. Поэтому жду, когда ко мне прибудет мешок. Потому что у меня много все равно вот таких зеленых растений. Не только одни фаленопсисы. Вот много суккулентов у меня растут. Вот разная гастерия. Вот это вот гастерия вариегатная. Драцена. Забыла ее название. Это хавортия трунката. Вот такая, как мармеладинка. И вот тут хавортия ритуза. А это детки гастерии тоже. И детка алоэ витра. Но, возможно, она не выживет. Я смотрю, у нее там сохнут листики. Поэтому для посадки своих зеленых растений буду использовать торф Классман. И сейчас в колотею шафранную добавлю. У нас выглянуло солнышко. Вот тут цветет у меня фаленопсис мини-марк. Сейчас вам поближе его покажу. Давайте достану даже. Просто мне очень нравится этот фаленопсис. И хочется вам в лучках солнца его показать. Мини-марк розеточка действительно мини. И даже вот такая крошка я покупала голландского подростка. В торфстакане. В размере 1,7 дюймов. И вот он уже зацвел на два цветочка. Он выпустил еще один цветоносик. Но его затормозил в росте. Корневая. Шикарная. Как для размера 1,7. И пахнет очень нежно ландышем. Очень люблю этот фаленопсис. Вот так выглядит сейчас мой подоконник. Все в цветоносах. Некоторые уже распустились. Фаленопсис Анкона. Но он на солнце тоже более привлекательно выглядит. Вот тут сложное название. Ну, возможно, даже и неправильное у меня есть название этого сорта. Потому что это тоже голландец. Ко мне пришел на горшке. Сорт не был пробит. Поэтому точно название не знаю. Ну, прям такой плотный восковик. Очень красивый. А вот тут огромный, просто гигантский бутон. Splashes of Summer. Но, кстати, процветет он самым обычным розовым вариантом цветения. Это уже видно. Вот я его приоткрыла так. Нарушила немножко. А тут цветет Эверспринг Принц. Или легенда, называют. Покажу, какой интересный у него лист. Тоже с такими сплэшами, такими разводами. Очень красивый. Бордово-баклажановый с внешней, вернее, стороны. Или внутренней. Не знаю, как правильно сказать. В общем, с задней стороны листа. Ну, вот так немножко пробежались. И вернемся назад к колотеям. Сейчас светит солнце. И выглядят они очень сочными, такими красивыми. Насыщенными. Прям солнечный цветочек у колотея шафранной. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте колокольчики, уведомления, чтобы не пропустить мои новые видео. Буду делиться с вами и дальше своим опытом в уходе за колотеями, в уходе за фаленопсисами и другими комнатными растениями. Ставьте лайки. Буду вам за это очень благодарна. До скорых встреч, друзья.